Из-за отсутствия достаточно свободного времени перед очередным учебным годом приходится делать по интуиции, как умею, временными решениями с применением откровенных костылей и изобретением очередных велосипедов. Ну и стеснение беспокоить более опытных знакомых мододелов. В 2024 был крайне рад, узнав о проекте Hybrid X-Ray за авторством романа, который решил доработать заброшенный перенос Ивана Красной Панды Савалевского SDK на интерфейс IMGUI за 2020 с существенной доработкой и внедрением новых функций как Трансформация через манипулятор осей, так называемый гизм или же гимбл, возможность запуска игры прямо в редакторе, отображение примерного освещения как и SDK первой части ее сборок, хотя проект был опубличен в 2023. Но на данный момент неисправлены найденные недочеты как? Нельзя менять координаты точкам пути, как и декалям, известные как в Walmart. При построении сцены для перевода из формата редактора в игровой не пишет из-за ошибки, в чем сцена считается инвалидной. Только в текстовом файле. Не отображается корректный эффектор камеры. При изменении некоторых параметров, как угол обзора, его значения улетают в бесконечность. Но несмотря на эти мелочи, то уже существенный глоток воздуха в сравнении с оригинальным, в котором, как говорится, шаг лево, шаг право, валет. Поэтому другой лучший вариант, который здесь на данный момент, может чего-то не знаю. Это SDK от AX-Ray в связке с движком. Крайне приятно был поражен, что на состояние лета 24-го, так называемое статическое освещение, не то что было не вырезано, а и доработано с приведением его, насколько это возможно, к виду динамики. А именно исправлением некорректного отображения масок, материалов, текстуры с земли. Шейдер воды с динамического освещения с текстурами нормалий волн от ветра от Merlin Studios. Неправленное отображение куба неба в ней. Частицы лучше интерполируются, из-за чего они ощущаются рваными, а более плавными. Как понимаю, изменения и добавление особенностей движка, продемонстрированные на канале программиста Александра V2, V3, V4 Егорова, как Обход NPC-аномалий. Корректное отображение внутриигровых видео в трехмерном пространстве игрового мира. И прочие особенности, сделанные для Definitive Car Pack аддон, подозреваю, что их ранее много и пока не перенесены полностью. И еще чего-то, что не вспомню сейчас. А динамика не была испорчена, как в графических сборках, несмотря на добавление особенностей из известной графической модификации Screen Space Shaders. А в SDK те же формы можно менять стрелочками, как в полноценных трехмерных редакторах. Радюс действий в Wired Mode, зона, входя в которую изменяются параметры освещения, зависящие от конфигурационного файла погодного цикла. Теперь может быть кубической формы. Дополнение от разработчиков на лужи, заполняющиеся от дождя вручную расставляемые. Редактирование расположения с размером карт в локации в КПК. То, что навскидку вспомнил из списка изменений нововведений и давних новостей. Переходя к техническому воплощению из упомянутых в начале причин, не стесняйся зритель и указывай на ошибки с предложением лучшего технического воплощения. Игровой движок данного SDK хоть и правленный, но в некоторых моментах не изменен. Соответственно отсюда проистекают. Полтора потока, сломанное сглаживание с вертикальной синхронизацией. Не работающий в одиночной игре SV Set Weather. Ходсон сочетается из движка, а не конфигурационных файлов. То бишь встает с запада. Еще что-то. В плане переноса моделей с анимациями из формата редактора в игровой, предполагается, что блендер установлен и в дополнение указаны пути к SDK. По установке и первичной настройке будет записано отдельное видео, но на данный момент можно сориентироваться и по документации. Всегда обновляй дополнение в соответствующей вкладке раздела дополнения в боковой панели окна трехмерного вида, вызываемой клавишей N. Зачастую с каждым обновлением исправляются ошибки, редко появляются новые и добавляются новые возможности. На данный момент отсутствует, то что касается данного видео, поддержка создания оптимизации моделей в игровом формате в виде уменьшающегося количества ребер в зависимости от расстояния. Но при этом увеличивается время просчета и больше вес файла. Если захочешь, зритель, то советую через утилиту Валерия Кондратенко. Выбрал нужные модели в формате редактора .object и в зависимости от количества ядер с потоками пошел, сделал перерыв размявшись, в том числе и глаза. Для проверки можно дополнением в OJF. Интерполяция и экстраполяция разных типов ключей, кадров, описанных в документации дополнения. Из-за чего движения в немалом количестве случаев после экспорта и повторного импорта в редактор выглядят как запеченные покадрово в тех местах, где происходят изменения по координатам. На момент записи и выпуска в версии 4.4+. Заметил проблемы с импортом анимации отображения форм костей для физики тел со скелетом, что кстати уже было исправлено. Раньше долгое время отсутствовала поддержка 4+, и приходилось пользоваться 3.6 по программе долгосрочной поддержки, с ежемесячными обновлениями и исправлением ошибок из-за железа нынешнего разработчика дополнения Павла. Анимации должны быть в 30 кадров, по крайней мере на этом движке, ведь пробовал выставлять 60 и увеличивать длительность в 2 раза. Но экспортируется намного дольше, и все равно значение в свойствах анимации возвращается обратно к 30. Из-за этого, если резкая смена позиций между двумя кадрами, то интерполируется в игре, из-за чего можно заметить промежуточное положение. Изменения размеров движком не поддерживаются, только у статических объектов перед переводом из формата редактора в игровой как деревья, трава и мусор разных размеров. Поэтому в разделе временной шкалы можно сразу установить набор преднастроек для автоматического создания ключей кадров, изменения позиций и вращения. Учитывая ограничения по осям, из-за складывания рамок при типе вращения по Эллеру, известен как Gimbal Lock. Также измененный порядок осей XYZ у костей скелета ZXY и у пути камеры YXZ. Так называемый Origin, точка центра объекта, должна быть в поле зрения камеры. Из-за этого может позже воспроизвестись анимация, если не вообще исчезать модель прямо на глазах. Но в данном случае хотя бы рядом, а не далеко за кадром, как в сценке с КПК, где она была единая и камера перемещалась со стеллажа за спинку стула. Из-за чего точка центра объекта была на позицию стеллажа. А модели, находящиеся на стуле в поле зрения камеры, исчезали. А на примере ТС, мигающие фары у бандитской нивы в долине, их точки центра располагались на одинаковых координатах. Ведь на расстоянии фары начинали мигать вразнобой, что можно было заметить издалека при помощи бинокля. Создается при помощи дополнения в соответствующей вкладке. Значения угла обзора должны быть 67,5, ведь используя ее с учетом мировых координат, а не местных от позиций направления взгляда главного героя. С началом отсечения геометрии в 20 см. В начале можно добавлять больше секунды анимации, которая будет вырезана на монтаже из-за ожидания времени адаптации модели. Из-за задержки при переводе объектов в онлайн, нужно добавлять примерно 5 кадров в начале анимации камеры. В зависимости от положения костей и точки центра объекта может освещаться по-другому, как данный труп бандитов в тени. Ведь его дополнительная техническая кость с центром находится у ворот в начале сцены, а у дезертира на солнечном месте. Для быстрой смены позиций NPC без ручной замены координат в каждом из ключей костей и задействования кривых, ведь порой могут выдавать, извиняюсь за каламбур, кривой результат смещения, Плюс беспропорционального редактирования, захватывающего рядом находящиеся в зависимости от выставленных значений, тяжеловато будет припасовать каждый кадр. И на глаз точно не интерполируешь, и у модели будет заметна тряска. Задействуется, либо добавляется дополнительная техническая кость, к которой ничего от модели не привязано. Экспорт движений либо в составе модели, либо в файл с анимациями, на которые ссылается модель в пути, указанном в соответствующем разделе. Если не будет использоваться подобными объектами с аналогичным скелетом и идентичным количеством костей, то можно и в самом OGF файле модели. В высоком качестве 16 бит, для избежания тряски за 8 бит. Но с отсутствием сжатия бьет движение из-за анимации у костей. Именно из-за этого при движении лейтенанта и запорожца возникает тряска даже при экспорте в 16 бит. Поэтому пришлось совмещать два видео с применением прозрачности. Здесь при сопоставлении можно заметить, что разница смещения анимации объектов в несколько кадров. Тени были созданы путем привязки части окружения к костям динамической модели. Важно не забывать заменять у модели перед экспортом шейдера для статики на динамику и проверять параметры кости. Если у модели не будет свободной физики сгибания, то лучше заменить на rigid, как и параметры анимации. Из-за них выделался лейтенант и не хотел нормально ходить. Также на всякий случай очищать через удаление неиспользуемых данных в разделе чистки у файла. И правой кнопкой мышки добавить вызбранное на Q. В итоге единую сцену разбил на отдельное, ведь при воспроизведении подряд начинаются несостыковки во времени. Прописываем файли с динамическими объектами. Ведь так проще, чем брать какой-то динамический объект в редакторе уровней, добавлять и менять в нем параметры. Плюс могу ошибаться, но там не укажешь ID, по которому будет определяться объект для совершения манипуляций. Можно указать в разделе пользовательских данных, но в первичных проверках и экспериментах с логикой Луа летом 24-го почему-то отложилось в памяти, что таким методом не срабатывает. В любом случае проще сделать заготовку в файле, тем более я сделал автоматическую замену образца в текстовом редакторе, но почему-то данный параметр не отображается в свойствах объектов в редакторе уровней. Путь к образцу пользовательских данных указывает направленный файл с игнорированием объектов, содержащий дополнительные модели со скелетом, контролируемые игровой физикой движка, настроек, параметров конфигурационных файлов и указанных в собственном модели, плюс анимированные объекты во избежание любых случаев контактов с сущностями. Также для нормального воспроизведения анимации, а не как у зомби после убийства в сборке в 19.35, меняется тип со скелета на коробку, как у Сидоровича начается в ТЧ, поэтому он при контакте взлетает со звуками и частицами дерева. Фиксировать кости лучше технически, для исключения искажений как стаза новичка. Вначале брал старый перенос болота на ЗП, ведь думал, что там было адаптировано нормально с вырезанными всеми точками и умными укрытиями. Ведь для запуска уровня с исходным спавном приходилось подменять SESmartCover.Script на членовский и наоборот. В итоге я пришел к тому, что проще добавить объекты и перенести часть спавна объектов, которые задействуются в кадре, на пустой уровень и собрать так. Но это нужно было регистрировать, прописывать в конфигах в таблице уровней и не только, поэтому решил не трогать, ведь и так работало. Но с приколом уже решил на основе затона, ведь у проверочного уровня в составе Hybrid X-Ray не отображаются нормально плавные переходы между материалами, контролируемые цветной текстурой и маской. На основе затона удали все ненужное, то бишь все. Но редактор уровней стал жаловаться, что сцены инвалидные, хотя удалял только самые ненужные, буквально оставив террейн и актера. Но ясно, подвязка со скритами есть, поэтому еще проще добавить все подняв на определенную высоту, метров так 100, но можно и меньше, ведь здание НИИ располагалось в разломе станции, заправке автомобилей. Также обрезы для экономии времени и сборки уровня, плюс детали травы и прочих листков на дороге при помощи дополнения. Собираешь только геометрию с заранее прочитанными статическими текстурами освещения, используемые на динамике только в помещениях в виде рассеянных теней, известных как Ambient Occlusion. Ведь шейдерный вариант создает их только в экранном пространстве. Не забывай создавать и указывать название точек, положение и взгляда главного героя после сцены. Плюс правильно все называть, ведь часто забывал это и потом возмущался, почему не работает логика, ведь все указано правильно. А в текстовом файле записан стактрейс, после загрузки скрипта, отвечающего за сцены с пролетом камеры. Функции перевода объектов из онлайна в офлайн, за авторством Владимира Оверферст Клекова для Турсталкер. Узнал о ней, когда привязывал багажник из задания про погибшего военного в обличии Полтергейста, насколько помню, за авторством Жекана. Добавляется файл xrfx.skip. Хотел активировать по таймеру частицы через выдачу порций информации, но не срабатывало, даже при добавлении их в соответствующий файл со всеми порциями информациями для данного уровня. У таймера большой шаг, сколько бы не подбирал в секундах, все равно изменения становятся заметны при значениях на уровне следующей секунды, поэтому легче припасовать кадры анимации. При переходе от одной секции в другую, перестает проигрываться набор частиц из предыдущей секции. Поэтому сделал максимально костыльно, двукратно продублировав зоны запуска сценариев и немного сместил, чтобы забегая запускалось по порядку. Но столкнувшись с тем, что хоть и зона запуска основного сценария стоит последней, часто сценарии появления частиц дыма из выхлопной трубы и аномалий не срабатывали. Поэтому расположил персонажа над ними, чтобы при свободном падении перпендикулярно вниз точно задевались все зоны. Положение частиц привязано к точкам пути, а вот у выхлопной за счет анимации камеры привязаны ограничителем кости выхлопной трубы. Как и любые другие предметы к персонажам, как оружие, весы, активацию привязки которых можно также переключать за счет ключей анимации. Собственно, как и значение почти всего в блендер. Перенес выдачу заданий и сохранения в начале игры, для исключения долгого ожидания, исчезновения, уведомления о них с экрана. Заодно и узнал, что выбирается активным заданием по поиску вертолета с КАП-3 не случайно, а по задумке разработчиков. Взял одну конкретную секцию в 6 утра с текстурой куба неба Sky2Cube, ведь время в начале новой игры в ТЧ 5.30. Впервые побаловался с параметрами в игровой консоли R2 Sun Loom Scale и R2 Sun Loom Scale Emi, ведь лень было пользоваться редактором погоды. В немодифицированной игре равны единицы. R1.2 TF Mi Bio для смещения точки начала уменьшения разрешения текстур. Также наборы с параметрами выдачи звуков из Ambient LTX и Sound Channels LTX в Ambient и Sound Channels LTX уже в папке Environment. Убрал эффекты случайного ветра, поднимающего пыль в настройках Ambient LTX, отвечающий за то, с какой периодичностью и какие наборы эффектов помимо звуков будут воспроизводиться в виде секции для дня, вечера, ночи, утра и не только. Ведь он зачастую появлялся, если не рядом, то внутри главного героя. Монтаж в программе, которой тебе удобно, зритель. Снова же, никак не дойдут руки попробовать DaVinci Resolve от Blackmagic Design. Переозвучил, натренировав, обучив модель голоса Владимира Николаевича на основе фраз из файлов первой игры с дополнением при помощи Aplio. Даже несмотря на повторную тренировку на основе готовой модели Titan 48 кГц, оставив на ночь, ведь тренировку первой днем приходилось перерывать спустя 6 часов. Ведь не знал, когда программа посчитает нужным остановиться при условии включенного параметра, при котором обучение прекращается, если не наблюдается значительных улучшений. За 8 часов легкая роботизированность голоса осталась, хотя у других энтузиастов голоса известных личностей без этого слухового артефакта. Значит не хватает материала, как указано в руководстве.